Это реакция. А Татьяна где? Вот эту вот ей. Ну-ка найди её отдай. Она здесь? Тарая её. Вот они как хорошо. Замечательно. Всё, всё? На кому же отдать аппарат-то? Татьяна, там тебе баклажки принёс. Вперёд. Спасибо. Благодатник, чистая дева, радуйся. И по кирику радуйся. Твой сын воскресет три дня и над гробом. А ну чё, каши не поели? И мертвые воздревнули, люди, веселитесь. Святись, святись, Новый Иерусалим. Слава Бога Господня, на тебе воссия. Ликуй ныне, веселись о Сионе. Ты же чистая, красуйся Богородице. А восстание Рождества Твоего. Людмила Степановна, помолитесь на занятиях. Господи, благодарим Тебя за этот день прекрасный. Благодарим Тебя за веру, дарованную нам. Господи, пошли имя жаду услышания Слова Божия. Пошли мир в наши сердца. Пошли, Господи, нам сохранить душу для вечности. Тебе слава веки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Всё, занятия готовы. На, где сюда? Начинаю. Снимать меня будешь. Расстегните только немножко. Наконец-то. Пришло время. Выстричь ваши дряхи. Поняться не умею, где подносит нас. Он даже не поверит, что у меня на голове волосы были. Куча кудрей. Уже верю играть в это. Кольцами. Да, они сейчас еще есть. А Надежда Васильевна, возьми, да что-то там, пощупала, похвалила перед свадьбой. Я сразу пошел и снял все. Утром предстал, как есть. Высый. Как будто в армию собрался. Я как-то сказал, вы знаете, 11-го, это усекновение сентября 11-го. Усекновение главы Яна Петечи. Скорбные дни. 11-го свалили эти торговые центры два. Пиночет восстал. Советскую власть там сбросил. И 11-го у меня было величание. 11-го сентября? Да. А, у меня брака сочетания тоже есть. Не стучай. Смотри, от бороды ни одной волосинки не трогай. Но это благословение я тебе не даю. Я помню, помню. Так, все с головы снимай, чтобы там нигде одной волосинки не было. Ну, я по троечку сделаю наголо, не буду, Игнать. Ну, как хочешь. Тут совсем чуть-чуть оставлю. Чтоб люди видели, что у вас там есть. Вот, видишь, как. У нас как? Баранов тригут. Вот такой же вот. Ну, вовят там, вяжут ее. Ноги привязывают, а потом... Ну, и коснулась из Австралии, приехали. А выставка достижения народного хозяйства, ВДНХ. И они два брата, родные. И говорят, а сколько овечек? Ну, наши, говорят, сколько там. Двенадцать овечек могу, говорит, делать. Ну, все как надо. А у вас сколько, говорят? Ну, и у меня, говорит, пятьсот две. Пятьсот две? Это ошиблись. Пятьсот две, наверное? Нет, говорит, пятьсот две. Просьба, отойти не мешать. Съемка идет. Ну, да как, как. Это же надо поймать ее. Надо поймать. И он как пока... Ну, пройди, пожалуйста, без остановки. Так. И он показывает. А бараны большие, особая порода, до ста килограмм. Он как ее берет, вот так, зараз ее как-то ногой. Гот, она на задницу села. Пока баран очухался, он тоже половину снял с него. Он говорит, брат, говорит, у меня, говорит, там, на сколько ты овечек больше, за восемь часов. Вот как. То есть, везде можно, ну, по-настоящему работать. Я вот пещи ложил. Ухитрялся две пещи за одну сделать. Две. От фундамента до трубы. А когда делают, я прихожу один, они приходят, бригады целые, целую неделю там шептываются. Ну, их хозяева-то поят. Вот. А мне всем угощать. Я говорю, когда заходил, у вас, говорю, сад там какой-то. А мы сейчас нарвем. А вот этого я не люблю. Я люблю с леточки сам сорвать. Ну, пожалуйста, видишь, как. Я уже у них не просто как, а как свой человек. Очень выгодно быть пещником. Во-первых, заработок. Никаких матерков нету. Хозяева тебя в многие годы любят, а с этим горло сделаешь. Я живу на второй строительной, там, ну, так это, на самом проходе через Барнаулку. Знают, такая речка есть. Ее по-простонародному зовут Гаменка. Гавнотичка. Вот. Вот я говорю, что на склоне, на таком, дома у нас барак был с той стороны два этажа, а с этой один. Как все это было сделано. И вот Господь позволил мне одно время ремонтировать пещи. Забились там то-другое. И сделал шесть пещей. И зашел бы, как за порог запнулся, и так уже ноги не держали. А в это время мне, ну, может быть, тридцать лет было уже. Самый, как говорится, сок. И я споткнулся, упал, и до утра уже не пошевелился. Полностью. Я в работе был неукротимый. Ни одного перекура нет. Подсчитали выработка у меня двести восемьдесят, триста процентов. То есть за трех крепких мужиков. Мне это до того нравилось, как. Вот полы настилали. А старые гвозди бывают забитые там где-то. Вытаскиваешь, они кривые. Ну, куда выбрасывать надо, я их в карман. А в другом кармане у меня новые гвозди, которые я прибивать буду. И пошел домой, они у меня в кармане. Я их обязательно выброшу в снег. Чтобы с работы ничего не взять. Ну, бывает двадцать, два, три. Как-то маленькие дощечки такие. Ну, смотрите, этот по шестьдесят обрезки. Да меньше даже. Ну, я подошел, бригадер, говорю, можно взять? Я скворечки хочу сделать. Да что вы спрашиваете? Тут машину с собой сожгли. Спрашиваю. Это пример. Бойтесь. Ты что-то куда-то залезла. Все нормально. Ухо отрежете нормально. Не, не отрежу. Слышать будете лучше. Я теперь поняла, почему вы не слышите. Так загадку задается, говорит, перед кем? Сталин, говорит. Взял все как надо. Да перед парикмакером. Он ему вот сюда, вот сюда голову поверните. И вот он показывает у Брежнева парикмакера. А охранник стоит рядом. А бритва так прямо около горла ходит. А он говорит, да рассказывает, да еще хохочет. Да ты смотри, что делаешь-то. Ты кому это говоришь? С закрытыми глазами побрею. Но, видать, бородобрей хороший. Великое ли дело, пастрищ. А то же надо знать. Конечно. Не великое, но знать надо. Так, наклоните, пожалуйста. Голосы человеку даны для украшения. Наклоняйте. Брови, пожалуйста. А зачем брови нужны? А посмотри над окнами, как делается козырек, чтобы вода стекала, не попадала на стекло. Так и здесь. А если ты спотеешь, говорит Василий Великий, чтобы пот стекал мимо, а иначе глаза выедать будет. А как легкие находятся? А легкие, говорит, ниже сердца. А когда сердце завалуется, чтобы легко было прыгать мягко. Как на перине. Объяснения какие давали. А может быть, они единственные верные. Красавчик. Так, что-то тебе платить надо, нет? Обязательно. Еще, говори сразу. Помолитесь обо мне. Да, дня не было, чтобы не молились за Александра. Ну, все, значит, вы меня, я отрабатываю. Мы молимся за хозяина. Это означает за всех. Я бы у меня обкрыл, или я дьяками. Все. Как говорит Садка, что кудры мои не тористил. По сихотворению мне написано. Вот это я нахожусь в детской. Тут одна кровать за мной забронирована. Вот направо, второй этаж. Если что-то случится, я могу прийти ночевать. Вот с этой стороны от меня направо. Вот это моя бойка. Ну, как сказать, плацкарта или как. Это уж так вот. Ты в руках, кто-то, что там убери. Ты же глаз выклишь. Нет, не переживай. Ну, спаси Христос. Слава Христа. Ты успокоилась теперь. Да. Гонялась за мной месяц. Больше месяца гонялась. Ой, я благодарю. Спаси Христос. Вот так. Все. Можно выключать ее. На другой день опять стоял Иоанн. Иоанн Гелетра на первая глава 35-37 стихи. И двое из учеников его, увидев идущего Иисуса, сказал. Вот Агнец Божий. Услышавшие от него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом. Вот так. И тут хорошее толкование. По причине легкомыслия слушателей, Иоанн принужден повторять одно и то же, чтобы, по крайней мере, непрерывным свидетельством произвести что-нибудь. Иоанн.